Эй, йо, всем привет, я Жон Крот, он же Хидан, и мы давно не виделись. Да, давно не виделись, и, наверное, не надо было бы. Но спустя столько времени мы с вами сегодня разберём охренительную песню от охренительной группы Royal Republic Tommy Gun. Да-да-да. И сразу заранее, чтобы откинуть всю эту бомбёжку и вопросы, почему я в шапке. Ну, во-первых, мне это нравится, мне это по кайпу, я люблю носить шапку. Во-вторых, я живу далеко, живу в северном районе, несмотря на то, что всего лишь начало октября, но у нас уже холодно, я живу на первом этаже, и у меня в квартире 17 грёбаных градусов тепла. Вот такие дела. Поэтому шапочка мне не помешает, как бы. И приступим к разбору. И прежде чем начать, сделаем такое небольшое отступление, такую ремарочку. Если смотреть на ютубе, как они её исполняют на акустике, они начинают её исполнять со второго лада. С чем это связано? Это связано с тем, что у них в основном, когда они играют на акустике, гитара подрастроена на полтона ниже. Поэтому где у них второй лад, у нас первый. Вот такие дела. Итак, с чего же мы начинаем? Мы начинаем с квинты на первом ладу, на пятой струне. Все прекрасно знают, что такое квинта. Те, кто не знает, повторю. Пятая струна, первый лад. Третья и четвёртая струна на третьем ладу. Остальные струны глушим. То есть я, как правило, если играю по квинтам на пятом ладу, я их приглушаю подушечкой указательного пальца. Шестую струну, как бы, она там подстукивает, но её не слышно. И это кайфовая тема. Вот остальные мизинчиком. Всё, никаких проблем. Но если вы уже надрочили свою руку играть медиатором хорошо, то можете играть чисто по трём струнам. Чётко попадая. Ну, в общем, кому как. И, собственно, начинаем вот так вот. Второй аккорд, вторая квинта, это то же самое, перекатываемся на четвёртый лад. И дальше у нас идёт квинта на шестом ладу. И опять обратно на четвёртый. Дальше у нас идёт переход на припев. Он делается очень-очень-очень легко. Всё. Припев играется у нас тоже очень-очень легко. Начинаем мы её играть, конечно же, с шестой струны, с шестого лада. Обратно начнём. Оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп. То есть, шестая струна, шестой. Пятая струна, четвёртый. Обратно. Шестая, шестой. Второй, четвёртый. Пятая струна, шестой. И обратно. И всё это на квинтах. Дальше идёт у нас что? Правильно, у нас идёт такая небольшая соло-портеечка. И начинаем мы её с девятого лада третьей струны. Уходим потом... Ну, делаем два раза. Уходим на седьмой. Обратно на девятый. Потом восьмой лад второй струны. Обратно девятый. Восьмой. Пятый. Вместе это будет звучать вот так. А потом вторая часть. Поднимаемся на струну выше. И делаем такой. Ну, или кому как. Кому как удобней там, в принципе. Просто с седьмого лада слайд назад. И всё. Повторим для закрепления. Вот так. Дальше мы опять играем куплет. После второго припева идёт, скажем так, такой переходик. Переходик этот играется с четвёртого лада, с пятой струны. Потом на шестой. И потом... Поднимаемся на шестую струну. На шестой лад. Или же... Или же возвращаемся на первый лад пятой струны. И приглушаем, приглушаем. Приглушаем вот этой вот частью ладони. Прямо с самого бриджа. Чтобы и звук был, но он был глухой. И играем так. Вот. Вот, в принципе, и всё. Вот так вот несложно играется. Это очень хорошая, очень клёвая песня. От очень крутой группы. Ставьте лайк, если вам понравился этот разбор. Если он был вам полезен, подписывайтесь на канал. В принципе, можете этого не делать. Но если будут люди подписываться, ставят лайки, это будет меня мотивировать. Я буду снова что-нибудь разбирать, что-нибудь снимать. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. В общем, всё это не важно. Всем удачи. Играйте на гитаре. Развивайте скиллы. И слушайте только хорошую музыку. Вау! Субтитры делал DimaTorzok